Доброе утро дорогие друзья, доброе утро и сегодня бизнес-завтрак на радио Медиаметрикс, и я уже улыбаюсь, потому что сегодня наша тема управление через юмор, и у меня невероятные гости, Татьяна Мужицкая, Тань, доброе утро Доброе утро Вот скажи, пожалуйста, вот почему сразу ты написала управление через юмор, не через там какие-то менеджерские качества, там ценности Ты понимаешь, я думаю, что вот это, вот то, что ты перечислила, это делают практически все, вот все твои гости могут об этом говорить Я подумала, ну в чем моя уникальность, что я могу дать такого ценного твоим слушателям, которые все время на тебя подписаны Служат одно и двое Надо тебе сказать, что я очень много лет работаю бизнес-тренером в разных компаниях и консультантом тоже на некоторых проектах И все они, мои клиенты, соответственно, они все отмечали, те, с кем мы вот сработали, что именно через юмор, через игру и через вот такой вот вечный ржач Они говорят, Таня, у тебя каждый тренинг как праздник, вот через это гораздо лучше запоминается все, во-первых А во-вторых, они сами берут этот инструмент, потому что, не знаю, мне кажется, в нашей стране без юмора вообще жить невозможно Это да, факт То есть поделать это нельзя У Павла Воли есть прямо тренинги, там, как делать юмор, то есть это все прям серьезный подход Ну это, наверное, для профессиональных делателей Стендапов, там все остальное Ну вот, я буквально сегодня ехал, ты знаешь, слушал этот Бизнес.ФМ и там говорилось о том, что ввели уголовное наказание за то, что если ты отказываешь в приеме Или увольняешь человека, достигшего пенсионного возраста Дымов говорит, слушайте, в нашей стране нельзя через пугалки делать, надо, наоборот, через пряники Через пряники сделали шоу «Голос 60 плюс» Да, взяли пенсионера, вот там тебе плюсик, уволил пенсионера, там минусик А вот прямо в тюрьму сажают, потому что пенсионер тебя увольняют строго И вот, мне кажется, почему у нас ввели такой вот прям строгий подход? Ну как почему? Ну потому что, собственно, из-за этого и рождается юмор, как ответная часть Защитная реакция? Да, наша страна, весь мир насилия мы разрушим, а затем мы наш, мы новый мир насилия Мы построили, ну и построили новый мир насилия, и он прям такой очень мощный Мы же с тобой оба дети советской системы, где насилие было просто вот Поэтому, а как без юмора в этом выжить? Без юмора вообще никак, я вот вспоминаю свою корпоративную молодость Я старался со всеми здороваться, улыбаться И мне мои знакомые говорят, слушай, ну ты не произведешь впечатления серьезного руководителя Вот посмотри, вот идет человек, знаешь, ну приятно, ни с кем не здорово отсюда Вот это вот крутой руководитель Как юмор внедрить в менеджмент? Что это такое? Я тебе скажу, я очень структурный инженерный человек, поэтому я прям дам тебе три направления, где юмор прям можно записывать Я прям буду конспектировать, да Первое направление – это все, что касается взаимодействия, обратной связи, постановки задач, принятия задач Вот это все там, где идет торговля и манипуляция, это раз То есть везде манипуляция? Ну, там всегда идет Лайтовая какая-то, да? Да, там это всегда идет, это раз Обратная связь и постановка задач Это раз Второе, где юмор просто необходим, это то, что называется совещание И вот это вот всякие мотивационные речи Вот это все, то, что сейчас очень модно, вот эта бирюзовость организации, без юмора это делать невозможно Так, слушай, один вопрос У меня был один товарищ, который попал в какую-то страшную секту под названием типа там саентология или что-то такое Так вот у них совещания начинаются обязательно с пошлого анекдота Все должны сказать, что это пошлый анекдот Ну, это, опять же, не просили Нет, ну, наверное, там идея подобная, но как только начинается все должны, на этом как-то, понимаешь Все заканчивается Понял То есть можно и трусами размахивать Ну, как бы вопрос только Вот, а третье, это, конечно, когда команда образования происходит Вот ради чего, собственно, видимо, они и пытались это сделать Просто, понимаешь, вопрос в методах Вот, на мой взгляд, юмор неотделим от игры И вот игра, собственно, то, что нас с тобой познакомило, да, это, собственно, книга Демчога и сам Демчог, собственно, с его идеей игры И игра это то, чем я живу всю жизнь И все мои тренинги бизнесовые для очень серьезных, ты говоришь, людей, даже из очень закрытых организаций Мне было тогда 35 лет, а я работала на проекте очень закрытой госорганизации с кадровым резервом Самому молодому было 39, они говорят, наш молодой специалист Средний возраст был 50, понимаешь? Ну, то есть там, там Вот, да, и я такая вся пришла, ха-ха, хи-хи, там игры смешные, у нас были очень смешные игры И они играли? Они играли с таким азартом, они на 50 средний возраст, например, не самый То есть они залезали на столы, они там просто Преображались Преображались И один, знаешь, вот я поняла, что я делаю все правильно, когда один главный там лидер из всей этой команды Прямо в конце, когда у нас был трехдневный управленческий, кстати, был тренинг И в конце, когда он сказал, прям слезы у него настоящие катились Это вообще удивительно для организации То есть раскрылась эмоция И он сказал, знаете, Татьяна Владимировна, мы там были все поймёте, что спасибо вам большое Это были самые счастливые три дня за последние 10 лет моей жизни И я подумала, что, наверное, я делаю все правильно Понимаешь, просто есть, ну, как бы вот у вас в менеджменте есть две оси Задачи и отношения Блэйка Моунтона, да? Ни хрена, на самом деле система трёхмерная Трёхмерная Да, есть третья ось, про которую нигде почему-то не говорится Она очень важная, это ось энергии Задачи, отношения и энергия Потому что если надо условно, как вот, пожалуйста, начинается юмор Как, это прям я цитирую одного, так, минуточку Я цитирую одного из своих клиентов, когда он совещает Если надо надрачивать себя на задачу, это плохая задача То есть к вопросу про метафорический язык, да? Ну да То есть если надо вот Через усилия То это очень сложно Если чтобы учиться, человеку надо ещё приложить усилия Он будет стараться сбежать куда-нибудь А если он, учась, получает Кайф Кайф получает, дофаминовое вот это подкрепление получает Да, конечно, ему хочется учиться ещё, ещё, ещё Вот у меня сейчас на УПИ-курс практик закончился только что И вот сейчас в ноябре начинается новый Так народ, ты говоришь, они ходят просто потому, что у них ощущение предвкушения праздника Раз в месяц Бывает, да ура, там, опять скоро При том, что учатся они весьма серьёзным вещам Это будут какие-то мастера потом, или что это? Ну, это будут практики на УПИ На самом деле это ничего с точки зрения социума не говорит Просто люди, которые занимались собой и действительно там прокачали, как у вас модно произносить это Скиллы такие, да, вот именно коммуникативные Буквально несколько слов про НЛП Ты знаешь, почему-то, когда вдруг в мен в корпорациях слышат слово НЛП Они все пугаются, сжимаются и говорят Нет-нет-нет, дай, пожалуйста, вот разумное внимание Почему это нужно нам всем, в том числе и людям, и менеджерам Почему это нужно нам всем? Сейчас это говорить очень просто Как только появились вот эти все штуки Говорить элементарно Вот вы апгрейд периодически же производите этой штуки Вы меняете одну модель на другую Никто не работает на втором пентиуме там Или на первом айфоне Да, или на первом айфоне Это то же самое Просто НЛП это инструмент апгрейда Собственного Ты можешь производить действительно Установление новых настроек себя То есть это как взял, так подкрутил что-то где-то, да? Да, и это, ну, по крайней мере, то, как это я вижу, то, чем я занимаюсь Вот, и это делается еще очень важно в такой среде, где тебе от этого комфортно и радостно И ты это запоминаешь, и разница есть Понимаешь, можно взять, это я много лет, вот, как говорю, что я как бизнес-тренер Да, ну, допустим, там, упражнения, допустим, я не веду тренинги-продаж Но, условно говоря, допустим, презентации курс, да? Ну, как-то Как делать презентацию? Можно сделать, можно сделать очень серьезно все Взять продукт и начать его, значит, презентовать А можно, как у нас такое было упражнение, хорошая реклама в товаре не нуждается Когда надо сделать рекламу продукта, а ты не знаешь, какой у тебя за спиной держат его И тебе надо найти какие-то универсальные слова Ну, понятно, я говорю, это разминка, это так просто, чтобы запустить Все ржут, но потом мы выписываем целый список Ничего себе Универсальных штук, которые цепляют, чтобы ты не рекламировал, да, понимаешь? И народ вроде через хихи-ха-ха, потом говорит, слушайте, а ведь действительно И только после этого мы можем переходить к серьезному продукту Что меня радует больше всего в НЛП? НЛП делит информацию на содержание и структуру Все привыкли работать с содержанием Шпаргалки пишут там, всякие себе для выступления А можно пытаться работать со структурой? Шпаргалки, это такой интернет-жанр А ты не знаешь? Нет, я ни разу не слышал Господи боже, какое у меня счастье Смотри, это интернет-жанр, он родился там примерно лет 10, может быть назад, может меньше Когда это стишки без рифмы, но с парадоксальным смыслом И вот, например, такое тебе прямо сразу Давай, давай, давай Олег старается скорее уравновесить зло добром Увидел парня, бьют мальчишку, скорее рядом станцевал Абсолютно казалось бы Да, но я тебе уверяю, что огромное количество людей именно с таким подходом и живут То есть видят плохо что-то, люди подчинённые не подчиняются, кадры не кадрятся и всё такое Что же делать? Наверное, надо почитать книжку Это прямо вот красиво рядом станцевал, как в пирожке Никакой логики в этом нет Надо обратную связь получить, что я делаю, как они меня понимают Потому что бывает у других, вот это, кстати, сразу пример, как я прям этот стишок-пирожок, когда рассказываю У меня на управленческих тренингах говорят, повтори под запись У нас есть люди, которым мы это будем прямо говорить, чтобы даже долгих слов не произносить Олег за всё берётся смело Всё превращается в говно А если за говно берётся, то просто тратит меньше сил И у нас всяких, господи, у меня таких половина Дай мне, я им прочитаю Просто тратит А дальше ты, когда этот пирожок рассказал, после этого, что просто тратишь меньше сил И всё уже становится понятно И в этот момент, когда это сказано с юмором, это не воспринимается как критика или что-то Поэтому смех может быть сквозь слёзы, но тем не менее Тань, ты знаешь, я вот сижу, слушаю, а у меня мозг, он работает, пытается вот как-то всё загнать в какую-то там матрицу, структуру И в хорошем смысле этого слова, знаешь, у меня, говорит, сосед голубой, говорит, в хорошем смысле этого слова Серёжа, сидел у меня здесь Кирилл Гопиус, он мне рассказывал про стори-тейлинг Я понимаю, что то, о чём ты мне сейчас говоришь, очень близко с темой стори-тейлинга Это, по сути, то же самое, через метафоры мы пытаемся вытащить вот эти главные смыслы Конечно Как научиться этому? Как научиться юмору? Да, ну, не шутил, не шутил босс главный, вдруг пришёл, что-нибудь ляпнул такой Ну, я уверена, что на самом деле не шучащих боссов не бывает Или он просто на работе не доживёт Когда выпивает, рассказывает тебе не кто-то, наверное От инсульта и от инфаркта раньше, если не будет шутить, реально Это такое напряжение, что нужна разрядка, как же, поэтому наверняка шутить он умеет Просто не там, наверное Может быть, не там, но, когда выпьет Но на самом деле, действительно, если взять это Кириллу привет и Вадиму привет Всем привет Как инструмент стори-тейлинга, то сейчас это очень модная история Мотивационный спикер, это прямо уже профессия Вон Тони Робинс приезжал, там, мотивационный спикер Там целый зал был Олимпийского, я там была тоже Ну, кстати, классно же Да, так я говорю, это направление такое Вот то, что сейчас там Греф такие толкает, речи прекрасные Это направление развивается Кстати, Билл Клинтон 100 тысяч долларов стоит за один час выступления Вот, видишь, осталось чуть-чуть Греф есть куда там, потом выйдет на пенсию будет Да, осталось, надо стать только Биллом Клинтоном, а потом, да Да, да, ну, Моника, Моника, видимо, помогла Мы тоже сейчас вот пошутили Просто, когда ты произносишь речь, нельзя говорить вещи напрямую У человека, особенно в нашей стране, задавленного насилием от рождения Сразу автоматически рождается контраргументация В смысле, ага, сейчас вот Сейчас я вот стану и буду лидером Это анекдот такой есть Когда, значит, преподаватель иностранного языка, значит, читает лекцию Говорит, вы знаете, есть разные языки, где двойное отрицание обозначает утверждение Например, невозможно не заметить, да Но нет ни одного языка, где двойное утверждение обозначало бы отрицание Голос в последний партнер Да, да, конечно Тройное, да Да, да, конечно Это то, что в нас внутри живёт всё время Когда нам говорят, это нужно сделать так Да пошли вы нахрен Это прям внутренняя реакция Поэтому напрямую не работает в нашей стране и в нашей культуре Значит, нам нужно сделать так, чтобы внутри человека Изопов язык, да Родилось это всё, да Нужен изопов язык Но, опять же, если он будет совсем серьёзный Ну, потеряешься Ну, вот, поэтому как раз вот доля юмора Важно, чтобы там, ну, поэтому возвращаемся к НЛП Надо понимать по структуре, что тебе надо Не просто, чтобы люди заржали, но можно там прийти Масса анекдотов про поручика Ржевского Любое читать То есть НЛП помогает составить структуру управления И правильно вписывая нужные моменты юмор Вызывать ту реакцию, которая нужна Чтобы главный смысл серьёзно зашёл Конечно, и вообще, на самом деле, заставляет тебя задуматься При любой коммуникации, неважно какой Переговоры, совещания, выступления твои Какую реакцию ты хочешь вызвать Понимаешь? Не что ты хочешь сказать А что ты, какую реакцию ты хочешь? А для чего? Да! И это такое удивление у многих людей, оказывается, у руководителей Он пришёл на совещание, всем раздал люлей А потом говорит, что-то люди у меня не работают Я говорю, подожди секундочку А совещание ты с какой целью провели? Ну, я хотел им всем сказать, какие вот они все тут Ну, и получил Ну, вот сказал, сказать хотел, сказал Что дальше? Ты хотел, чтобы они что? Я не думал об этом Я говорю, давай подумаем с другой стороны И тогда может оказаться, что вообще совершенно по-другому надо себя вести И он так однажды, конкретный был руководитель Когда он пришёл, говорит Я никогда вас не спрашивал, о чём бы нам поговорить на совещании И что-то тут первый раз подумал Может быть, у вас есть какие-то конкретные вопросы, запросы Вы хотите, что-то сказать Получил на четыре совещания Получается, у нас есть три главных направления в области менеджмента Обратная связь и постановка задач Когда мы можем вплистать юмор Совещание Вот прекрасный пример про совещание И команда образования Так как программа совсем малюсенькая у нас Охвати юморным вниманием всё Чтобы вот Ведь, знаешь, это мы здесь в Москве с тобой Давай ты меня структурируешь Давай мне вопрос Да-да-да, сейчас я буквально А вот нас смотрят в каком-нибудь там маленьком Задрюпинске Где у него там 20 человек компаний Он думает, какой юмор О чём в этом мне выжить Я поездила по Задрюпинскому в своё время Вот там как раз с юмором отлично всё вообще Там как раз с юмором всё прекрасно Я бы хотел, чтобы они потом сказали Так, как научиться юмору там в управлении Давай посмотрим передачу с Татьяной Они открыли, посмотрели, увидели инструменты И всё, и погнали Итак, собственно, давай первый пункт Первый пункт у нас с тобой Обратная связь Обратная связь Вот обратная связь, она, соответственно, бывает двух типов Как в том анекдоте про солонки две Ты знаешь Ну, приезжает чувак в кафе в советские времена В Задрюпинске как раз Заходит в Задрюпинское кафе Ему там подают еду Он говорит, ой, будьте добры, а можно солоночку? Ещё нет солонки на столе Официант спрашивает, у нас есть двух типов Вам какую? Он говорит, первый раз такое слышу А какие два типа? Одна солонка типа Бляха! Вторая типа Твою ж мать! Он говорит, вам какую? Он говорит, я не знаю Он говорит, принесите обе Приносит две абсолютно одинаковые такие фарфоровые солонки Кругленькие Он одной сыпет, сыпет Не как фу ты бляха Наконец вторую берёт из неё сразу всё в испуски Твою ж мать! Какого типа? Какого типа? Вот это я сейчас привела пример Что можно прийти и сказать Тебе обратную связь Какого типа дать? Такую или такую? Ну, в смысле тебе рассказать Что мне не понравилось Какой ты идиот Или что ты делаешь хорошо И как ты можешь лучше Я могу любого типа И заметь Вот сейчас ты уже улыбаешься И уже не настроен серьёзно Хотя, возможно, я ругать буду тебе сейчас Да, и, возможно, я был готов, что сейчас там будет тяжело А я тебе предлагаю выбор И вот уже как будто между нами А может и микс какой-то Вот видите, что мы начали торговаться У нас началась уже игра какая-то И в этот момент человек становится партнёром по игре Юмор убирает вот этот иерархический Барьер, он необходим Как ты мне говорил Про людей с серьёзными лицами Это нужно для показания иерархии Что я тут вот где А ты там где-то Непонятно Где-то непонятно Где внизу Но если нам надо до человека достучаться С ним поговорить Важно, чтобы он перестал от меня защищаться И это даёт, собственно, вот такой настрой Но важно понять, чтобы он Знаешь, как бы это есть восходящие метафоры И нисходящие метафоры Как говорил Довлатов Там твои глаза, как бирюза Это восходящая метафора Твои глаза, как тормоза Вот, ой, у меня постоянно это происходит на моих тренингах Потому что моя задача ведь не сообщить людям информацию А сделать так, чтобы она, опять же А сделать так, чтобы она в них осталась И чтобы они её взяли как инструмент творчества То есть ты очень важную сказала вещь Не сообщить информацию Это значит, что если мы просто сообщаем Она в одну ух влетает, в другую Может быть У меня просто нет никакого контроля за этим Я не знаю, что он с ней сделает И когда оставить в нём Это значит через его желание То есть только когда человек хочет Он оставляет информацию Да, и тогда моя задача А что ещё дальше я даже иду Не просто, чтобы он хотел Чтобы он сделал это инструментом творчества своего Хотел, оставил, использовал И сделал инструментом своего творчества Когда он на этом языке условно Ты выучил английский И когда ты на нём хочешь рассказывать Сочинять анекдоты двухсмысленности Или писать стихи Вот в этот момент ты просто язык полюбил И мне очень важно, чтобы люди этот язык И на УПЖ, например, то, почему управленческий язык Очень важно, чтобы они его полюбили И у нас, например, на модулях есть капустники Когда группа солидных людей По результатам прошлого модуля Должны сделать какой-то капустник Он может быть серьёзный Он может быть несерьёзный Но ты понимаешь, в выборе между серьёзным и несерьёзным Всегда выбирают несерьёзные Всегда несерьёзные Поэтому там, например Ну, у нас там совсем вот недавно У нас был капустник Когда там, например, вот Ёжик в тумане они сделали такой триллер, прямо там у нас была тема работы с внутренними страхами, с выгораниями, они там ёжика этого лечили. Это было по запрошлой группе. Ну, или в этом году тоже совсем недавно была совершенно феерическая у нас история, когда они изображали, что у Вселенной случилось раздвоение личности, она никак не могла внутренний конфликт решить. Вселенная. Сама. Да, сама. И вот там тоже. Ну, и таким образом, то есть они шутят, но структура в это зашита правильная. Если говорить про бизнес-тренинги, например, вот спасибо учителю моему Борису Михайловичу Мастеру, у которого я учил с бизнес-тренингом. Вот там, например, что такое миссия компании, как донести, как это влияет. Это очень сложная тема. Ну, это очень глубокая. Я теперь скажу, как Борис Михайлович тоже. Ну, давай. У меня в своё время у нас это упражнение было, я его использую с тех пор много лет. Когда пишутся, есть компания, которая называется Брейка, они продают всякие инструменты для бритья. И им такой огромный текст написан, что вот вы компания, но у одной написано, что у вас миссия, что вы продвигаетесь на рынок, что вам важно, чтобы донести, что бритьё это важно вообще во всех уголках. Второй говорит, что мы элитные, мы считаем, что только главное, достойны бритья только элиты и так далее. Дальше, собственно, одна и та же бизнес-ситуация, что вот есть какой-то там колхоз Задрищенск, где есть свиней, свиней они там бреют. Что вот эти свиньи, значит, слишком, у них инструменты только для чистых свиней, а там ни одной чистой свиньи никогда не было. И должно быть совещание, что же делать. И в зависимости от миссии две команды принимают совершенно разные решения. Эти говорят, ой, ничего, мы ещё изобретём, возьмём в партнёрство мойки Кёрхер, и там, в общем, короче, у нас там ещё их отмоем всех и всех побреем. А эти говорят, ну, мы с ними-то мы свиньями не будем, поэтому вообще снимаем свинное бритьё стратегическое. И это становится так понятно, когда мы разбираем, почему это так. И важно здесь вот что, совсем не уходить туда, потому что если мы будем только ржать, народ потом скажет, никакого ценного бизнес-резутата нет. Важно мостик сделать, потом обязательно всё выписать и проговорить, как это, ну, и структуру вытащить, и как это перенести на непосредственно бизнес-жизнь. Опять ты говоришь про структуру, это значит, правильная структура, неважно, чем она обвешана. Ты потом просто это растираешь, а у человека в голове всё, вот эта конструкция рассталась. Правильная структура – это язык. Это язык, да. Язык описания, язык, ну, как и любой иностранный язык. Ты понимаешь, ведь, ну, я знаю, что там люди… Можешь какой-нибудь простой пример? Чего? Ну, для этой структуры как-то вот. Структура? Ну, например, есть очень простая структура. Если тебе надо, например, ответить на какое-то возражение, ну, то, что тебе говорят, вот всё плохо. Есть такая структура. Все начинают говорить, нет, это не так. Можно сказать, да, наверное, зато и найти какой-то другой совершенно аргумент, с какой стороны это хорошо. То есть я этого не отрицаю. Простая структура, присоединяюсь, говорю, возможно. Дальше говорю, зато и это не противоречит. И нет уже конфликта, да? Это расширяет границы, да. Таким образом, собственно, очень простой анекдот сюда, когда маленький мышонок стоит на пеньке, идёт мимо ёжик. А да, мышонок стоит, говорит, я сильный медитирует. Тони Робинсон слушался, я сильный, я сильный, я сильный. Я сильный, ёжик идёт и видит его, ржёт там его лапой, и он летит в кусты. Зато я лёгкий, а зато я летающий, а зато я лёгкий и летающий. То есть всё хорошо в целом. То есть всё хорошо. И то же самое могут тебе сказать, что вот, вы знаете, там, такой тоже анекдот был не очень приличный, но уже когда... Пошло. Слушайте, ну вас же не стоит, но зато как висит. Понимаете? Это же такая вот, это тоже история. Это структура в чистом виде. Ты её можешь чем-то наполнять, и так, например, может построена быть, ну, ржачная КВНовская история, а может быть построена пиар-компания. То есть, по большому счёту, это неважно что. Главное, вот правильно выстроена структура. Да, и вот это ты сейчас произнёс, и я довольна, потому что ты произнёс то, чего я хотела услышать. Значит, я до тебя донесла мысль, что такое структура. Да, да. Что ты можешь её применить везде. И ещё раз я иду дальше. То есть, получается, понимая структуру, ты вот от простого, например, сообщения, что, например, при постановке задачи, да, если ты не соображаешь, ну, там, или не задумывался раньше об этом, то вероятность того, что человек тебя понял, услышал, принял задачу и сделает вовремя из-за того качества, который тебе нужно, снижается. Если же ты, понимая структуру, там, ну, поправильно всё это сделаешь. То есть, казалось бы, просто от качества взаимодействия, коммуникации… А при постановке задачи это просто супер важно, потому что при постановке задачи у любого руководителя есть иллюзия, что его поняли, что он вот сказал и поняли его одинаково, как в том анекдоте. Скажите, пожалуйста, у вас есть удлинитель в продажах? Удлинитель чего, извините? То есть, понимаешь, вообще не факт, что человек тебя понял, особенно, когда ты говоришь, ну, сделай нормально, сделай хорошо. Да, что такое нормально, что такое хорошо, непонятно. Или там, скажи, ну, что ты хочешь. Есть такой на этот стишок пирожок, что Иисус спросил у Николая, чего ты хочешь, человек? Проходит день, неделя, месяц, а Николай всё говорит. То есть, иногда же надо очень чётко и ёмко определить, что тебе нужно, да, то есть, нету месяца на то, чтобы поставить задачу. Класс, класс. И на НЛП как раз очень часто мы с этим определяемся, это дико смешно, когда мы просто вменяем их взрослых людей, просим как можно точнее пересказать историю другому человеку. Получается сразу в первый раз. Нет, а это никогда не получится, ну, если только люди не обладают, у актёров получается, они обладают фотографической памятью и не включаются в текст. То есть, они просто его… Актёры не учат текст, они по-другому как-то… Ну, они умеют просто произносить текст, не наполняя его собой. Мгновенно запомнил и передал. Это единственный способ, как избежать ошибок. Потому что человеческое сознание, мы всё трансформируем обязательно под себя. Через себя. Компания закончилась тем, что люди поехали на пьянку и ужрались. То есть, это через пять человек, которые пересказали. Это руководители, когда они сидят в зале… У нас был реальный человек, который бился, он в зале сидел. Ну, то есть, мы набираем добровольцев, с которыми это проводят, да, на видео снимаем. А он сидел в зале, бился головой, ну, там такой был держатель у стула и говорит, ну, вы же взрослые люди, что вы делаете? Вы прямо как мои… Да что же это такое? Я-то думала, у меня в компании идиоты, ну, все здесь же идиоты, да как же так? А почему так происходит? А потому что так устроено сознание. И если ты знаешь этот закон, ты понимаешь, что надо это учитывать. И что когда ты что-то рассказал, важно запросить обратную связь, как ты это понял. Важно, что когда мы говорим, что это хорошо, нам надо сверить, что такое хорошо. Как мы с тобой по ним поймём оба. Ну, то есть, именно для этого я понимаю, что вот мы в менеджменте просто рассказываем стратегию, а потом пытаемся рассказать её ещё раз, спрашиваем, как вы понимаете. А для этого нужны ещё примеры конкретные, вот история, которую Горпиус говорит. Конечно, потому что это и анекдоты в том числе, это и даёт понимание, да, и пирожки тоже. Это и даёт понимание, что нам нужно. Иначе получается вот как, это прямо про руководителей сейчас будет пирожок. Хотя он вообще про женщин, но в чистом виде про руководителей. Олег с Оксаной жили вместе сто долгих и прекрасных лет «В уютном домике у моря, что у Оксаны в голове». Бывает, что человек намечтал. Это как та самая песня. Я желаю жить на Манхэттене, и там с Деми Мур делиться секретами. Может быть, да. А он по-прежнему диджей на радио. Но если это ещё ничего, хуже, если он диджей на радио и вообще не в курсе даже, что у неё вот это, а у руководителей бывает та же самая история. Он намечтал себе стратегию, и ему кажется, что все всё понимают. Буквально две секунды я спрошу тебя. Ведь человек же не может жить только работой. Вот если ему жена там на хвост наступила вечером дома, да, он придёт на работу, но он же не про менеджмент думает, а про жену какая она у него. Это по оси энергии у него там явно что-то происходит. Да, и получается, что вот эта перестройка там, а ещё и получается, что она всю жизнь мечтала жить на Манхэттене, а он здесь в котельниках, и вот у них ссоры, и они не понимают даже, за счёт чего они ругаются-то. Это вот тогда он говорит ей, во мне уже убит любовник, сантехник, повар и поэт. Кого ещё убьёшь, Оксана, своей критикой? Кого? И всё, вроде все ржут, а он всё сказал. Классический пример, классический пример. Слушай, буквально вот на секунду, вот пришёл ты на работу, а тебе там как-то всё плохо дома, там всё валится. Как быть в ресурсах? НЛП помогает немного? Конечно, НЛП вообще про это. НЛП вообще про себя. Понимаешь, меня очень расстраивает, что много лет говоришь, что НЛП – это про манипуляции. Манипуляция там одна сотая инструментария, которая в НЛП есть. То есть всё про себя? Там вообще всё про себя, как настроить свой компьютер. Пойдём, у нас в ноябре курсы, пойдём, у нас весело. Вот, понимаешь, и там фишка в чём, как себя настроить. Это не всё равно, о чём ты думаешь. Вот этот Димчок тоже тебе скажет, что ты там, где твои мысли, ты там, где твой фокус внимания. И, конечно, чем больше ты думаешь про то, какая там жена, тем тебе хуже. Но, опять же, есть такой НЛП-шный инструмент, который, опять же, через юмор помогает избавиться от навязчивых мыслей. И, кстати, не обязательно про жену. Некоторые сотрудники, они после совещания вот такого вот выходят и с начальником такое же проделывают. Я прямо расскажу конкретную историю, прямо реальную, из бизнеса, откуда этот вообще родился приём. Ну, вообще он и НЛП-шкий, но в бизнесе так было. Я ввела у помощников-руководителей очень высоких топ-менеджеров, а помощники-руководители, там должны быть просто железные леди абсолютно, потому что они 24 часа в сутки работают и всё. С ними? Это вот как фильм «Деяло вносит правда». Ну, с ними, да, их там было четыре, да, да, именно. Только их там было четыре совета директоров. Нет, совет директоров четыре, и, соответственно, четыре помощника-руководителей сидели в одном пространстве. Ну, и они, в общем, все, да. И там один из них был совершенно невозможный. Он орал, там, издевался, он всё время… Ну, такое было, видимо, у него всё что-то всё время было с женой, и он всё время, ну, как ты говоришь, был не в духе. И вот однажды, они говорят, он приходит, лето, он распаренный такой в льняном пиджаке, орёт, руками машет, и вдруг у него при очередном взмахе из рукава вылетает красный лифчик, причём маленький. А они жену его хорошо знают, ему там за 50 обоим. Вот, а тут вылетает красный лифчик и летит в угол. И все так вот, вот так вот замирают. И они, значит, так… И он замолкает, остаётся красным и уходит все в кабинет. И в следующий раз выходит так, взмахивает руками, сам вспоминает и уходит. А они просто говорят, всё, и у нас это запечатлелось, и мы, как только он начинает орать, сразу между собой красный лифчик, а, и всё, да, 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 очень важно, сейчас очень серьёзно. И всё, получили вакцину такую, да? Вакцину, да. Ну, просто необязательно, чтобы красный лифчик реально вылетал из рукава. Хотя они потом инженерно думали, как такое могло получиться, и даже вычислили. Да, и как такое… Ну, если стоишь такие стулья есть с шишечками, если там сначала повесить лифчик, а потом пиджак, то, в принципе, можно потом… Да, надеваешь на себя всё. Ну, да. Так вот. Можно сделать то же самое в воображении. Дети это прекрасно делают. Вот, не знаю, там, думаешь ты про вот эту ситуацию, ну, добавь ты этой самой орущей жене каких-нибудь там рожки, хвосты, смешную одежду, или там её наполовину одетую, представь себе, ну, и там нарисуй рядом какую-нибудь огромную жабу, которая тоже квакает вместе с ней, да? Которая сразу станет смешно. Конечно. И это главное… Воображение – это то, что ты можешь сделать с собой, и никто никогда тебе не может в этом помешать. То есть можно у человека… Это спастись можно от любого. Афром про это писал, человек в поисках смысла про концлагерь, что люди там выживали благодаря тому, что у них внутри, конечно. Потому что внутреннего смысла невозможно отнять ничем. И если я могу это сделать с собой, да, с своим воображением, то это, ну, как бы позволяет мне быть в ресурсе, несмотря ни на что, ни на кого. Может быть, про это Андрей Нинчук, этот невербалик, он мастер, прекрасный человек, он рассказывал мне, что примерно такой же случай был постоянно орущий начальник. И девушка у него была на курсе, а она говорит, «Слушай, а ты, говорит, смотри ему просто в рот». Да. И через какое-то время, говорит, у него там он всё остановился. Да, мы, кстати, не написали вот этот ещё четвёртый пункт. Я написала там самоорганизацию, но именно вот это поддержание себя в ресурсе. Да, поддержание себя в ресурсе. Конечно. Это такая штука против выгорания профессионального. И здесь, что важно, что этот юмор, он не обесценивает. То есть ты не перестаешь к нему плохо, не начинаешь к нему плохо относиться. Ты просто для себя восстанавливаешь какой-то защитный механизм. Скажи, пожалуйста, а вот человеку-то как вот в этом уроке донести, что надо ржать немного в жизни-то, чтобы он там как-то не лопнул? Вот как только ты начал говорить «надо ржать немного в жизни», всё, считаешь, эту фразу можно убрать, потому что слово «надо», оно обладает таким очень пиджачным… Заинтересовать, передать. Да. Можно показать, что есть у тебя всегда выбор. Ты можешь относиться к этому серьёзно, и у этого будут такие энергозатраты. А можешь относиться к этому с юмором, и у этого будут вот такие энергозатраты. Буквально ещё раз, вот смотри. Человек же не дурак. Кому-то повезло, наняли тебя как консультанта. Ну да, кому-то повезло. А вот ещё раз, про Задрюпинск. Вот он сидит там, что мы ему сейчас должны сказать в камере, вот там вот она, скажи ему, чтобы он там как-то вот очухался и стрел там как-то под руку. Ну, во-первых, я могу сказать, что прежде чем… Прямо там пять шагов там… Пять шагов, да, хорошо. Первый шаг. Всё зависит от тебя, с тебя всё начинается. То, в каком ты состоянии, в таком состоянии и все остальные. Поэтому первое, что надо сделать, это привести в порядок себя. Иногда очень хороший инструмент – погадать. Например, почему погадать? Потому что правое полушарие, оно сразу даёт другой ответ. У нас, например, в Москве есть радиомилицейская волна, где совершенно невероятные песни могут быть. Выключаешь и говоришь, а чё бы у меня сейчас будет совещание? И там тебе поют, а ты такой холодный. Я понял, я понял, буду отстранённым. Например. Или вот есть в интернете всякие те же стишки, пирожки. А мы сделали такую колоду хулиганскую, всякие надписи на улицах. Там спрашиваешь, ну хорошо, вот мне надо настроиться на серьёзный лад, что же мне сделать? Вот, например, карта, где написано, надо духовно расти, иначе трындец. Вот ты понимаешь, господи, как к этому серьёзно относиться-то. Я понял. То есть я сейчас иду на серьёзную головомойку от начальства, это мой духовный рост. Карлос Кастанеда сказал бы, что это мой мелочный тиран. Всё, я пошёл. То есть это настройка себя, потому что слово настроение, это от слова настраивать, конечно, себя, это игра такая. Это первое. Второе, надо понять, что если ты хочешь кому-то что-то донести, будь то продажи, будь то переговоры, совещания, постановка задач, тебе надо очень хорошо понимать внутри, что важно, чтобы у человека осталось внутри. Что важно, чтобы осталось. И иногда не обязательно это пропихивать. Иногда гораздо интереснее создать ситуацию, как в стишке-пирожке, и говорит, висит на сцене в первом акте бензопила, ведро и ёж. Заинтригован Станиславский, боится выйти в туалет. То есть если ты создаёшь какой-то такой уровень интриги, хочешь стать мастером интриги, завтра расскажу как. Блин, да они все будут за тобой бегать, если ты понимаешь. Ребята, у нас в этом месяце будет потрясающий проект. Такой вы, кому достанется, пока не скажу, ждём. Вот я посмотрю на то, и все такие, что, что за суперпроект, хотим, хотим. Просыпаются сразу. Да, потому что просыпаются из-за того, что у человека есть его собственный выбор. Он сам, как активная единица в этом присутствует. Как игрок. Собственный выбор. То есть вот то, что Вадим как раз говорит всё время про то, что важно, как мне очень нравится, у Вадима тоже есть метафорические карты прекрасные, но они у него не с юмором такие серьёзные. И вот там есть прекрасная фраза, сколько величия вы готовы подарить своим партнёрам по игре. Это твои партнёры по игре. Сыграйте во что-то, и ты понимаешь, кто первый устанавливает правила, тот и устанавливает игру. И совершенно не обязательно подстраиваться под ту игру, в которую тебя затаскивают. Например, там человек говорит, вот там, что же это такое, там, я не хочу делать эту задачу. Ты думаешь, какой интересный текст. Давай другого персонажа, пожалуйста. Это такие у нас не работают в компании. Давай, давай, какой-нибудь другого найди. Там внутри себя есть наверняка кто-нибудь ещё. Человек говорит, в смысле? Ну, я этому зарплату не плачу. Я кого-то другого нанимал, кажется. Поищи его там внутри себя. Я могу это сказать по-хамски? Типа там, свободно. Типа, давай, быстро, соберись, тряпка. Чё там, тут у меня. А могу это сделать в игре? И человек включается мгновенно, потому что эта тяга к игре, она у нас присутствует. Она в детстве, это вообще основное. То есть, мы всё это умеем, мы всё можем. Мы всё умеем. Просто вот оно там зашлаковалось. Да, но как Вадим говорит, что в детстве это неосознанная игра, а во взрослом, вот наша задача оседлать его, как вот наездник, а не лошадь. Оседлать этого и выбирать роли, выбирать персонажей, выбирать стратегии, там, гадать всячески, да? То есть, это вот. Третий совет очень простой. Проверяйте, что такое хорошо с двух сторон. То есть, когда вы говорите, что вы хотите получить хорошую работу за хорошую зарплату, и вам говорят, да, конечно, обязательно надо проверить, что за этим словом стоит. Что такое хорошая зарплата. Да, потому что иначе получится, как в стишке-пирожке, говорит, Аркадий был метафоричен. Когда он говорил трындец, то это значило какао, или сегодня будет дождь. То есть, всё, что угодно это может значить. Да что такое хорошая работа, что такое сделай работу хорошо. Нужны референсы, так называемые. Так же, как вот в этом проекте. Или вот так, достаточно хорошо. Или таким-то требованием. А вообще идеально, если вы не руководитель, ну, не главный, не собственник, а сотрудник. И вы зависите от кого-то, то можно подойти к вышестоящему руководителю и задать вопрос, что мне надо сделать, чтобы вы поняли, что я сделал хорошо. О, круто. Это вообще, ну, очень, особенно, если это сделать не из такой позиции, чисто, что ещё, блядь, мне надо сделать-то. Ну, это сразу. Получается, всё, что угодно, можно сказать, абсолютно по-разному. Конечно. И невербальная составляющая очень важная. Это, кстати, тоже, чему мы на НУПе учимся, что структура. Если не создано поле для диалога, никто тебя не услышит, какие бы прекрасные вещи ты ни говорил. Не ляжет. Потому что пространство, ну, например, если здесь там операционная система iOS, а там Windows. Он не встанет программой. Да, не понимают просто они друг друга, и всё. И поэтому надо установить правильный интерфейс сначала, а потом уже что-то доводить. Четвёртый, мне надо пять советов. Четвёртый совет. То, что уже произошло... Уже произошло. Уже произошло. И только от тебя теперь зависит, в каком виде это хранить. Есть такой стишок-пирожок. Говорит, включаю плёнку задним ходом, и всё стараюсь отыскать момент, где мерзкая скотина опять становится тобой. Да. Это вообще удивительный, ноопишный приём, доступный абсолютно любому человеку, когда вот остаётся осадок, и ты продолжаешь там внутри мурыжить, там, и вот, а вот он мне сказал, вот я ему, а надо было. Значит, два очень простых компонента. Первое, надо сделать выводы из этого. То есть ответить на себя на вопрос, что я здесь понял, что делать, какие выводы я сделал, какую информацию использовать дальше. А эмоционально прокрутить эту всю историю назад. Да. Когда ты её прокручиваешь назад, она для сознания, как ни странно, перестаёт быть такой эмоционально заряженной, потому что ты уже там, когда мерзкая скотина опять становится тобой, ну уже ладно. Особенно, кстати, тому руководителю, на которого утром наорала жена. Да. Если, конечно, он ей не сказал ещё этот стишок-пирожок, уходя, жену Аркадий не пытался в момент истерики прервать. Но и ведро. Не торопился снимать сорущей головой. То есть, понимаешь? Слышишь, классно. То есть, на самом деле, ты знаешь, я вообще кручу, кручу, кручу. Я понимаю, что всё вообще в нашем восприятии. Да, конечно. То есть, хорошая начальник. Прожить жизнь вдохновенно. Опять я Демчога цитирую, что-то тут цитировал Владимир Викторович. Ещё раз ему да, привет. Привет, дорогой, любимый, да. Потому что, ну мы же с ним вместе работаем. Потому что жизнь должна быть прожита вдохновенно. Вдохновенно. У тебя есть раскраска контурная. Но какие ты выберешь цвета? И опять же, про юмор. Вот есть такая картинка в интернете. Там, называется, папа раскрасил раскраску. Там русалочка, да, принцесса сидит как-то так у неё. А папа её так раскрасил, то есть, никуда не выходя за контуры, что она прям полуголая получилась. Ну так раскрасил просто. Найдите. То и хотел. Да, 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 найдите её. То есть, понимаешь, раскраска контуры у тебя есть. Они называются там корпоративные правила, профессиональная этика. А как ты там раскрасишь, какими цветами? И очень многие люди почему-то, идя на работу, убивают, наоборот, в себе вот этого вот творца и считают, что всё должно быть нудно, корпоративно. Да, но это не так. Так, между прочим, если ты посмотришь сейчас, какой брендинг пошёл. Всё весёленькое, яркое. Последние года два не только весёленькое, а пошёл всякий юмор ещё, там всякая реклама, там пошла сосузы копейки и пылесосы, там вот эти были, да. Ну помнишь? Там раздаю лимоны, да. Да, раздаю лимоны, мы обуем всю страну. То есть, вот эти всё, это потому что это эмоционально цепляет. Цепляет. И пошли, слава богу, вот я знаки вселенной собираю, всякие надписи там разные иногда. Очень много сейчас появилось того, что мне очень нравится. Видно, что люди творческие. Например, там пальто, а внутри написано «всё сложится» на пальто. А на пальто. Внутри, ну, в смысле, на этом, да. Ты одеваешь, и тебе как-то вот всё хорошо. Внутри, там раз, оно какое-то магическое становится. То есть, какие-то появляются такие, а всё складывается, это, кстати, даже не с пальто, это какой-то стройарматура какая-то, расширительный бак. Всё складывается. И написано «всё складывается», да. И это не было, ну, не физические свойства, а такое просто послание. Вот из хорошего, да. Почему нет? Сейчас можно быть творческими, и сейчас не обязательно делать эти нудные презентации. Любой человек, который учит презентациям, историотеллингу, скажет, что там обязательно должны быть какие-то прикольные ассоциации. Там сейчас же очень много этих картинок. Например, там управленческая картинка, когда там птицы сидят, самая верхняя наверху, под ней две, и там срут все сверху вниз. Говорит, вот вам суть, значит, управленческая иерархия. Что снизу сидят все в этом. То есть, если тебе надо доказать, что иерархия – это плохо, бери эту картинку в презентацию. Если тебе надо доказать, что иерархия хорошо, надо взять другую. Например, там атланты держат небо на каменных руках. Понимаешь? То есть, вот иногда не надо говорить, надо создать такой образ, чтобы человек сделал из него вывод сам. Если ты эту картинку вешаешь, тебе не надо произносить, что иерархия – это плохо. Это просто становится очевидно. Хуже, когда человек этого не понимает, и по слову иерархия нашел первую попавшуюся картинку, и рассказывает, что у нас есть система грейдов, и показывает. Все понимают, бляха-муха, вот какая у нас система грейдов-то, оказывается. И тогда не попадание, не совпадение. Тогда понятно, почему надо быть на самом верху, иначе утонешь. Время кончилось, представляешь? Боже, как это кончилось? Две минуты осталось там буквально. Слушай, скажи мне, пожалуйста, вот как ты, твой секрет вот этого отношения к жизни? Мой секрет. Слушай, я, наверное, расскажу еще стишок-пирожок, он очень отражает мой секрет жизни. «Давайте трахаться!» Почаще кричал на площади Илья. А люди шли не глядя мимо, но каждый думал, а давай. Понимаешь? Вот если думать внутри, просто по отношению ко вселенной, которая тебе все время к чему-то хорошему происходит, а давай, то, в общем-то, ты люди кругом, ты приходишь к людям, ты работаешь с людьми, и любой проект, любые процессы, все равно там есть люди. А люди живые, они реагируют, и в них много творчества. Если ты видишь в человеке его творческую, играющую суть, вы договоритесь, я уверена. Спасибо тебе огромное, уважаемые коллеги, где бы вы ни находились, в любой стране, в любом городе, используйте юмор, послушайте нашу программу еще раз. Если что-то себе захотели записать, запишите, подумайте. Да уж. Стишки-пирожки доступны в интернете. Стишки-пирожки, гадайте там, открывайте любую там книжку. Идя на совещание и желая вздрючить своих починок, дайте им возможность почувствовать, что жизнь на самом деле прекрасна. Спасибо вам огромное, Таня, тебе огромное спасибо. Было очень приятно. Поржали от души. С вами был «Бизнес-завтрак» с Романом Дусенко. До следующей встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова